Всем привет, меня зовут Антон Сергеев и это первая серия рубрики «Что за сетап?». Здесь мы обозреваем рабочее пространство, девайсы и комплектующие. Смотрите нас дальше. Впрочем, я должен рассказать нашим подписчикам, что такое сетап. Сетап – это настройка качественного, комфортного рабочего пространства для работы за компьютером. В него входят компьютер, стол, колонки и другие аксессуары для того, чтобы вам было удобно и комфортно проводить свое время за работой или отдыхом. Подбор каждого сетапа осуществляется индивидуально. Если вы геймер, вам подойдет хороший монитор, хороший компьютер, качественный стол с подсветками и хорошее кресло с поддержкой шеи и поясницы. Если вы работаете просто с компьютером, с текстами, вам подойдет обычный стол и обычное кресло. Самое главное, чтобы вам было удобно. Почему так важно собрать действительно качественный сетап? Первое – это эстетика. Хороший сетап впишется в ваш интерьер и будет радовать класс владельца. Второе – это качество. Хорошие материалы прослужат вам действительно долго. Третье – это продуктивность. При хорошем собранном сетапе вы действительно долго и качественно будете работать. И пожалуйста не думайте, что хороший качественный сетап, размер стола, либо комфортное кресло для вас подберет консультант в магазине, либо дизайнер. Хороший качественный сетап соберете только вы. Мы сделали более 350 столов и знаем в этом толк. Вы индивидуальны и поэтому должны подбирать только все для себя. Мы находимся в центре Санкт-Петербурга и сегодня я вам расскажу о сетапе на 1,5 миллиона рублей. Эта история началась в марте 2024 года. К нам обратился заказчик с пожеланием сделать реально крутой, качественный, умный стол. Вопросов нету. Подвесить два системных блока, сделать регулировку высоты и подвесить большой монитор на 57 дюймов. К слову, создание качественного сетапа начинается со стола. Задача ясна. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Мне очень нравится стиль этой комнаты и данного сетапа. Заказчик приложил очень много усилий, чтобы сделать его гармоничным и действительно красивым. И сейчас я его покажу. Святая святых данного сетапа. Это монитор Odissei Neo 95. Длина его 132 сантиметра. Вес 19 килограмм. К слову, компания Samsung начала выпускать эту серию в 97 году. И стоимость его 250 тысяч рублей. Для такого большого веса нужен качественный хороший кронштейн. Это Ancron G130. И только он подходит для этого монитора. Стоимость его 15 тысяч рублей. В наших умных столах есть вырез для проводов. Он используется не только для вывода кабелей, но еще для крепления кронштейна. Все лишние провода мы убрали в чехол для проводов. Он выполнен из ака кожи и оснащен магнитными креплениями. Заказчик нас попросил сделать действительно качественную столешницу. И мы применили здесь слепка рогача с молниями Лихтенберга и эпоксидной смолой. В данную столешницу мы встроили колонки 60 ватт с пассивными динамиками, которые сами производим из дуба. Также здесь есть две розетки 220 и два зарядных USB. И все это закрыто авиационным титаном. С торца стола мы встроили USB хаб с кнопкой включения, который полностью включает и выключает стол. Также две зарядные платы Type-C и Type-A и одна плата для передачи данных. И все это закрыто также титановой вставкой. По желаниям заказчика было встроить беспроводную зарядку для телефона 20 ватт и зарядку для Apple Watch. В данном столе у нас реализована подсветка RGB. Она встроена в металлический профиль для охлаждения, закрыта матовым экраном и управляется с мобильного приложения. В данном столе у нас применяется два больших системных блока. В местах порядка 25 килограмм. Стоимость порядка 300 тысяч рублей. Все характеристики будут выведены на экране. Также с пожеланием заказчика мы сделали две кнопки включения компьютеров. И реализованы они снизу столешницы. Данный стол у нас очень тяжелый, и поэтому нужно действительно качественное, хорошее регулируемое основание. Соответственно, это основание выдерживает 160 килограмм. Высота его регулируется от 72 до 125 сантиметров. Данное регулируемое основание выполнено с нашими доработками. Заведено вот такой вот каркас, покрыто порошковой покраской. Для нижней подсветки у пола есть вот такие вот кабеля, которые заведены в кабель менеджмент. Также у нашего заказчика сделаны две кастомные клавиатуры на заказ в городе Санкт-Петербурге. И они учатся очень прикольным звуком. По стоимости 15 тысяч рублей каждая. Данное кресло у нас по стоимости 80 тысяч рублей. Когда мы спросили заказчика, за что такие деньги, он сказал, ребят, для длительной работы он идеален. Он очень жесткий и мне в нем комфортно. Ну что, друзья, закончилась первая серия рубрики «Что за сетап?». Мы вам показали, рассказали о девайсах, о наших разработках, что интересного, что хорошего. Пишите ваши комментарии, что можно сделать лучше, показать, рассказать. Все, что мы сделаем еще интереснее.